Всем привет! Сегодня я получила посылочку из Иваново, из интернет-магазина Iftex37. Очень хорошо запаковано, все прямо углы, все прям скотчем заклеено. И мне уже не терпится ее распаковать и посмотреть, что же я там заказала. В посылочке все аккуратненько сложено, все запаковано в отдельные кулечки. Ой, моя прелесть! Мне уже самой не терпится посмотреть, что же я там заказала. Ой, хочу с самого главного сейчас начать. Девочки, я заказала 3D занавески с красивым таким рисунком. Ну, не будем забегать вперед. Сейчас я их открою и посмотрю. Это фотошторы 3D. Я заказала шторы размером, как мои шторы, которые уже висят, старенькие, но они мне надоели. У меня большое окно и у меня шторы идут 140 на 240. И вот там есть выбор на ленте или там еще на чем-то. Ну, на ленте я заказала, потому что мне там прищепочками прищеплять на ленте удобнее. Я не знаю, сейчас вам показать будет очень трудно этот рисунок. Я его, когда повешу на окно, я вам покажу. Но хочу сказать, что здесь все швы очень хорошо обработаны. Вообще ткань такая интересная. Я даже не знаю, как эту ткань описать. Но ткань плотная, светонепроницаемая вообще. Вот я смотрю на прозрачность. Они непрозрачные. То есть они будут хорошо прикрывать свет. И в то же время будет красивый у меня рисунок, пейзаж. Там много очень разных пейзажей. Я выбрала тот, который мне по душе. Ну, швы вот все обработаны хорошо. Все прошито. Все очень аккуратненько прошито. Просто чудесненько. И все шторы там, они вот идут такие, которые светонепроницаемые. Там было написано, но я еще не понимала, когда заказывала, что это значит. Сейчас я понимаю. Но когда мы их повесим на окно, и тогда будет видно уже конкретно, насколько свет пропускает или нет. Но у меня солнечная сторона. Мне вообще это просто очень спасение будет хорошее. Шикарные портьеры у меня. И они светонепроницаемые. Если в комнате сейчас выключить свет, а на улице там сейчас день, там светло. То вот свет вообще не проходит практически. В комнате полумрак. Замечательные занавески. И очень-очень шикарный такой пейзаж. Теперь я могу себя чувствовать, как на море вообще. Еще я для своего интерьера заказала плед. Так как у меня здесь приходится часто снимать, а пледов у меня и покрывало ограниченное количество дома. Поэтому я заказала новенький плед, чтобы здесь его можно было постелить. Вообще, это плед покрывало. Здесь состав 100% полиэстер. И размер на полуторку я взяла, чтобы можно было его постелить там на диван, укрываться, если захочется. И также вот сюда на фон. Ну, в принципе, для фона в основном я его и заказала. На упаковке есть сайт. Пледы эти есть также разных размеров. Там детский и на двуспальную кровать, на полуторку, на любую. Ну, вот я на полуторку, у меня полуторка дивана я выбрала. Он такой очень нежный, прямо, ой, ой, няшный такой. Как плюшевый мишка. Ну, я такой расцветочки нейтральной заказала, чтобы не было наляпистых там каких-то цветов. Просто такой вот ненавязчивый узор. Притом я такой светло-голубой цвет выбрала. Ну, это, может быть, чтобы сочеталось немножко со шторами, потому что у меня там морской пейзаж. И, в общем, больше, много синего там цвета будет и все. Вот. Ну, это тоже я на диван постелю и вам покажу. Еще мне нравится покрывало. Теперь оно хорошо очень будет смотреться, в общем-то, в моем интерьере. Замечательно, просто-просто, красота. Подходит под пейзаж. Дальше, девочки, я заказала два полотенчика. Но, что мне понравилось вот на этом сайте, что здесь есть полотенца именные, с именами. Я нашла свое имя, родное. И заказала вот это полотенчико. Ну, это, естественно, хлопок. Здесь размер 50 на 100. Полотенчико мягкое, очень такое хорошее, нежное. Мне нравится, приятное. Там были полотенца с разными именами, но, правда, там не все имена есть, но такие, которые часто на слуху, там можно найти. Ну, может быть, каких-то редких имен нету. Например, внук у меня Дэни Элл, и имени такого там нету. А если бы было хотя бы полотенце с большой буквой Д, то я бы уже и внуку взяла бы просто с первой буквой Д. Вот, кстати, если кто такие полотенца изготавливает, было бы неплохо, чтобы там были просто хотя бы с начальной буквой имени, и уже можно было бы на подарок такое взять. А вообще такое полотенце на подарок шикарно вот кому-то подарить, именное не потеряется нигде. Ну, первый раз такое полотенце вижу, мне очень это приятно и очень нравится. Если бы мне такое полотенце подарили, я была бы в восторге, честно. Еще одно полотенчико я заказала. Это премиум. Здесь уже такое вот оно однотонное. На одной стороне вот такой вот, как сказать, это вышивка, не вышивка, а атласный такой край идет. Ну, симпатичный. И вот очень такое нежное махра, хорошая такая набивка. Это тоже 50 идет на 100. В общем, очень приятное такое полотенчико, очень хорошее. Приятный цвет. Мне нравится вот такой цвет, просто прелесть. Очень довольна этим полотенчиком. Вот такой вот прекрасный полотенчико. Светочка такая. Ну, а другой вот с таким вот атласным плинтон. А еще, девочки, я заказала постельное белье. Бязь. Как всегда, я люблю бязь. Но только там есть комплекты. Но дело в том, что у меня комплект мне не подходит. У меня диван. И я беру обычно пододеяльник на полуторку, простынь на двуспальную кровать, а наволочки беру 50 на 70. Поэтому мне приходится все это брать в раздельности, набирать наборчик. Ну, хорошо, что есть возможность одной расцветки взять, но по раздельности наволочки отдельно простынь. Я взяла пододеяльник. Я не стала брать, так как у меня их достаточно. Я полгода пододеяльником не пользуюсь. А вот летом мне простыни наволочки нужны. Наволочка 50 на 70, две штуки в комплекте. Ну, вот я заказала ромашки. Бязь очень приятная, такая прохладная. Даже руками держу, прохладная такая ткань. Она гладкая, приятная и очень долговечная. И за это я бязь уважаю. За то, что она прохладная. Это чистый хлопок. И то, что она вот такая вот прочная, долговечная. Хорошо прошиты швы. Все очень культурно, красиво сделано. Ткань такая нежная, дышащая прям. Вторая наволочка. На второй тоже есть ромашечка. И вот простыня. Простыня тоже ромашки, двуспальная, бесшовная. В общем, это надо постелить и посмотреть, как это будет смотреться на кровать. Ну и вот мои замечательные ромашки. Моя любимая бес. Тоже очень хороший получился комплектик, симпатичный. Что еще я вам хочу сказать. Мне очень-очень понравились занавески. На сайте там есть... Кстати, ссылку на сайт я оставлю внизу. Проходите, смотрите, что там есть. Огромное количество занавесок 3D. Разнообразные, там разных даже тематик вообще есть рисунки. Хотите пейзаж, хотите там морской пейзаж, хотите цветы или еще что-то. Очень много-очень много всего там есть. И цена, она варьируется, по-моему, от 2,5 тысяч. И вот этот размер, который я взяла, это уже максимальный размер по высоте и по ширине. Мои шторы стоят 3,696. Кстати, вот о ценах я же не сказала. Я хочу вам сказать по ценам. Цены очень низкие, очень лояльные цены. Просто прекрасные. Наволочки две штуки. 134 рубля. Плед на полуторку. 589 рублей. Полотенце махровое премиум. Это которое без имени 188. А которое с именем 239 рублей. И простыня двухспальная. 252 рубля. То есть цены вообще очень даже прям шикарные, дешевые. Помимо этого, еще на этом сайте есть огромное количество других вообще вещей. Там есть и одежда женская, домашняя одежда, детская, мужская. Там разная одежда есть, разные полотенца. И еще много-много разного другого товара. Но я была в общем-то нацелена в основном взять занавески. Вот в первую очередь интерьер, покрывала. Уже по пути я взяла и постельное белье, и полотенчики, и минуя. Тоже мне так захотелось иметь. В общем всем этим товаром я очень довольна. Мне нравится. И еще буду заказывать на этом сайте еще другие какие-то вещи. Ну а на этом мое видео заканчивается. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok